Пассажирам общественного транспорта в Твери и области за 2023 год выписали штрафов аж на 41 миллион рублей. Безбилетники не учатся на своих ошибках и продолжают ездить зайцем. Как их отслеживают и какие меры и наказания предусмотрены, расскажем в нашем сюжете. За этот год было оштрафовано 16,5 тысяч безбилетников или так называемых зайцев, которые являлись пассажирами автобусов Транспорт Верхней Волжья. На борьбу с людьми, которые сознательно не хотят платить за проезд, направлены не только человеческие ресурсы в лице тех же контролеров или инспекторов, но и автоматизированная система учета пассажиропотока. Система оплаты проезда понимает, сколько транзакций прошло от каждого валидатора и также считает все транзакции, которые образовались у водителя, когда ему, соответственно, он продал билет за наличный расчет. Поэтому мы точно знаем, сколько людей оплатило в каждом автобусе. На сегодняшний день от общей суммы удалось взыскать 24 миллиона рублей. По остальным так называемым зайцам ведется претензионная работа. Составлено около трех тысяч протоколов на оштрафованных, которые вовремя не погасили штраф. Еще 640 обращений было направлено в ОМВД для установки личности и составления административных протоколов. Многие бегут оплачивать проезд, многие выбегают из автобуса. Наша задача, чтобы пассажиры всегда оплачивали проезд. Если пассажир не согласен со штрафом, то постановление можно обжаловать в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии. После оно вступает в законную силу и у гражданина есть 60 дней для добровольной уплаты административного штрафа. В ближайших планах увеличение числа инспекторов для наибольшего охвата маршрутов, а также усиление контроля в пригорных автобусах, следующих в Калининский округ.